Временную схему подачи ГВС теплоэнергетики смонтировали в минувшее воскресенье. Выдав об этом официальную информацию, а также оповестив, что начинается заполнение системы. В части домов республиканской столицы вода в кранах горячего снабжения пошла. Правда, одномоментно с потоком жалоб горожан на цвет и температурное несоответствие. Часть абаканцев и вовсе сообщили, что горячей воды как не было, так и нет. СГК поясняет, это связано с тем, что ремонтные работы по устранению выявленных дефектов все еще ведутся. Есть много сложностей и нюансов, отмечают тепловики. Напомним, во время проведения гидравлических испытаний на магистральных и внутриквартальных сетях были обнаружены повреждения. Из-за этого в несколько сотен домов республиканской столицы не было возможности подать горячую воду. Основной же причиной возникшей проблематики стало разрушение опоры под магистралью на головном участке сети, подающей тепло и горячую воду в город. Все-таки это был скрытый дефект, неочевидный. То есть такой дефект невозможно выявить при каких-то там плановых испытаниях и замерах. То есть это та самая там мина, которая была заложена более 40 лет назад. И вот именно 40 лет нагрузок, 40 лет знакопеременных каких-то воздействий на эту опору, температурных воздействий, атмосферных, именно привели к тому, что эта мина стрельнула, взорвалась. Еще раз скажу, что на нас Бог миловал, что это произошло весной. Для оперативного разрешения ситуации тепловики работают в круглосуточном режиме. Сейчас они трудятся на девяти проблемных участках. На сегодня подача горячей воды запущена по временной схеме, в тупиковом режиме, то есть по одной трубе. В городской администрации не только представители ТЭЦ, но и руководители управляющих компаний. Вопрос есть как к ним, так и у них. Прежде всего, как быть с новостройками, где применяется закрытая система горячего водоснабжения. Техническое решение найдено следующее. Им согласован переход на открытую систему водозабора до начала отопительного периода. Сегодня мы направили всем управляющим компаниям, которые дома оборудованы теплообменниками, согласование о включении из первого контура во внутренний контур передачи теплоносителя. Практически во всем городе, кроме четырех домов, должна появиться вода. По нашим прикидкам, это практически 4 или 6 домов уйдет на следующую неделю. А за эту неделю мы устраним все дефекты по теплосетям, которые выявлены в результате гидравлических испытаний. Без горячей воды еще пока придется обходиться и небольшой части домов по улицам Маршала Жукова, Крылова, Некрасова, Тельмана. Что касается перерасчета, он непременно будет, акцентировала СГК. Тем, у кого в квартире счетчики, нужно будет оплатить за потребленную горячую воду. А это значит, что по 15 мая включительно. Те, у кого нет индивидуальных приборов учета, будут платить по нормативу, который специалисты рассчитают от фактического количества дней услуги в мае. Людям надо будет обязательно, конечно, сообщать о случаях некачественного водоснабжения. Но я хочу сказать, что мы рассчитываем на то, что сможем большую часть города обеспечить надлежащим качеством услуги. Мы ожидаем, что отдельные проблемы будут у нас в домах, находящихся на тупиковых участках тепловых сетей. Уже к концу этой недели мы намерены начать мониторинг параметров сети по всему городу, по всем многоквартирным домам. По тем домам, где мы выявим недостаточную температуру теплоносителя, будет выполняться перерасчет в массовом порядке всем жителям без заявлений и без актирования. Индивидуальные обращения от жителей тоже будут рассматриваться. Например, если собственнику, прежде чем помыться, придется вынужденно сливать большое количество воды, например, в утреннее время, или тем, кто живет на последнем этаже, людям необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов СГК на Кирово-107 и предоставить показания счетчиков. Информацию можно передать и в телефонном режиме по номеру колл-центра 8 800 300 55 55. Специалисты сделают перерасчет по среднему потреблению горячей воды за месяц. Надежда Савельева, Артем Амзараков. Новости.